Сейчас на данный момент тоже пригласили знакомые люди, что здесь проводят мероприятие такое, люди, которые считают, что дети, может, я поинтересовался, дети, которым они даже не созревшие до 15 лет употребляли какие-то наркотики. На данный момент они приняли решение лечиться, хотят выйти из этого положения и каким образом ребята бесплатно ездят, тренируют, помогают им. Я так понимаю, что и дзюдо, и гимнастику преподавали, насколько я помню, и тайские боксы, и такие интересные виды спорта, может быть, людей это заинтересует в дальнейшем, они будут развиваться в этом, их будет отвлекать маленько спорт, потому что здесь в спорте есть свой адреналин, свой, можно сказать, кайф, когда ты выигрываешь, побеждаешь, это тоже самый наркотик, только это полезный будет наркотик для них. И то, чтобы привлекать их к спорту, каким образом, ну, я думаю, что для начала им нужно выступать на соревнования, чтобы мотивировать их тем, чтобы они могли выигрывать бои, вознаграждение какое-то было для них. И, естественно, они от этого получали какую-то определенную пользу для себя, это здоровый образ жизни, чтобы они это понимали, самое главное, и мотивировали своих же, как сказать, людей, которые попали в тот же капкан, что они мотивировали других этим, чтобы они занимались спортом, привлекали, ездили на соревнования. Даже если не получится, хотя бы для себя они занимались бы этим спортом. Ну, еще это все зависит от них самих, у них все в своих руках, если им захочется, потому что заставить человека заниматься спортом, на данный момент знаю, что он занимался до этого, и здесь тяжелый вид спорта, поэтому нельзя им давать большие нагрузки, сильно давить на них, потому что это их может испугать и отвести от этого, потому что до этого он расслаблялся, а тут надо все-таки очень много работать, во-первых, получать какие-то определенные удары, не дай бог, если получит какой-то нагрузок, поэтому с ними нужно обходиться мягко, грамотно, их подводить к этому спорту, а если у него будет желание, то можно будет уже выступать на каком-то высоком уровне, и, возможно, он добьется, изменит свою жизнь, потому что многие есть даже бойцы, которые дерутся в UFC, бывшем они употребляли наркотики, на данный момент они являются топовыми бойцами и неплохо живут, у них образовалась семья, у них и финансами проблем нету, в общем, можно так сказать, что они изменили свою жизнь именно спортом, и многие так люди меняются, поэтому этот спорт для них это шаг вперед, уйти от своего прошлого плохого. Если честно, я удивлен, изначально даже я не хотел смотреть, потому что знаю, что наша команда, уровень не очень сильный, потому что знаю, какие команды там были, но опять же все перевернулось, и это удача какая-то на нашей стороне, спасибо, конечно, Акинфееву, что он вытащил нашу команду, ему большой респект, и я этот матч первый раз посмотрел, из-за чего, потому что я своего сына спросил, кто выиграет, Испания или Россия, ну, вообще, он говорит, наши выиграют, я говорю, ну, ладно, хорошо, сказал, я посмотрю, ну, как-то три годика, я думаю, может быть, дети, дети, они чувствуют лучше, и в итоге мне пришлось смотреть, я до конца верил, что выиграют, на самом деле они выиграли, для меня это был, конечно, шок, что ребята вышли в 1-4 финал, поэтому будем болеть за них, пожелаем им удачи, будем верить, что они выиграют, я как бы не особо фанат футбола, мне проще дома спокойно, в обстановочке взять телефон, либо телевизор включить, посмотреть бой, как бы я не люблю вот этот вот кипиш, там, арена, орать, крики, поэтому я посмотрю, обязательно сейчас буду смотреть, и там, я думаю, что у сына я спрошу еще раз, он точно скажет, выиграют, не выиграют, и уже будем надеяться на то, что они выиграют. Удачи! Тренируемся потихоньку, уже как две недели начали тренироваться, сейчас уже набираем форму потихоньку, ну, опять же, неясно, когда у меня бой будет, еще ничего не анонсировано, поэтому мы форму будем держать, потому что после операции мне тяжело было, сейчас я начал восстанавливать ногу и давать нагрузки, все, в принципе, нормально, сейчас будет у меня подготовка к бою, конкретно кому, я не могу сказать, но уже форму набираем, потому что могут объявить, это неожиданно, как обычно это все происходит, им надо быть всегда в форме, поэтому в любой момент можно будет выскочить, поэтому у меня подготовка идет, если конкретно уже объявят мне соперника, дату, время, в каком городе будет, и я уже примерно запланирую сборы, куда поехать. Варикоз, вены вырезали на правом ноге, ну, это часто у спортсменов бывает такой нагрузок, и получается, считай, месяц выбыл я из тренировочного процесса.